Доброе утро, друзья! Сегодня начинаю свой день традиционно с ухода за собой. Прежде всего, конечно же, чистим зубки. Я проснулась сегодня рано. На сегодня у меня по планам уборка в квартире, приготовление вкусного ужина, нужно помыть голову. В общем, беру вас в свой день, будем все вместе с вами делать. Доброе утро! Она очень хорошо пенится, очень хорошо смывается. В общем, идеально подходит. Лицо всегда пропитываю, вытираю вот такими салфетками. Никогда не вытираю полотенцем. Считаю, что это не гигиенично. И после этого наношу на лицо вот этот гель-флюид от Spani Profi. Вы знаете, что я недавно заказывала косметику из Украины. Ссылки есть в предыдущих видео в описании. Наношу гель и делаю небольшой такой массаж лица руками. Очень хорошо разгоняет лимфу, делает лицо подтянутым. В общем, от души советую. 15 минут каждое утро и у вас идеальное лицо каждый день. Ну и, конечно же, следующий этап моего утреннего ухода – это патчи под глаза. Тоже от Spani Profi. Они вот такие розовые. Идеально ложатся. Очень большие, посмотрите. И идеально питают кожу под глазами. Убирают темные круги, снимают отеки. Всем большой привет. Сегодня у нас понедельник, 15 ноября. Я сегодня вся в домашних делах. Никуда не собираюсь выходить. Занимаюсь домашними делами. Работаю в телефоне. Общаюсь с вами, снимаю для вас влог. В общем, все как обычно. Так что домашним уходом позанимались с утра. Пока ухаживали за своим лицом, показала вам, чем я умываюсь с утра и как ухаживаю за кожей. А сейчас уже позавтракала, даже успела позавтракать. И сейчас принимаюсь за уборку. Хочу поубирать в спане, поменять постель, на кухне, в ванной комнате. В общем, чтобы дома было уютно, чисто, приятно находиться. Давайте вместе со мной будем убираться. Буду мотивировать вас на уборочку. А вот и вы сейчас, если ничего не делаете, встанете и начнете убирать свое жилье. Поехали! Ну что, я принялась за уборку. Начинаю уборку всегда со спальни. Прежде всего, меняю постельное белье. Это все отправляю в стирку. И сейчас буду заправлять чистое постельное белье на нашу кровать. Купила вот такие белые простыни на резинках. По размеру для каждого матраса отдельно. Оказалось, что это намного удобнее, чем покупать одну общую большую простынь. В общем, мне очень понравились. Покупала их в Poco. Стоят около 13 евро. Каждая. Кстати, вот пока я застилаю кровать, кажется, что в комнате так светло. На самом деле нет, это все от света. На улице сегодня было очень пасмурно, очень темно. И не лучик, а солнышко мы так и не дождались за весь день. Простыни уже застелила. Теперь начинаю все остальное делать. Я, кстати, тоже вот этот комплект наволочкой под одеяльник с такими ресничками купила тоже в Poco. Когда мы были недавно, очень мне понравился. Вот застилаю его себе. Он больше, мне кажется, такой девчачий, конечно же. У меня вот такое теплое одеяльце тоже из Poco. Я вам его как-то показывала. Сразу говорю, предваряя ваши вопросы, Дима не любит спать с таким одеялом. Я больше мерзлячка. Он не любит вообще. Он укрывается просто под одеяльником. Вот сейчас его подушку, наволочку положила и застелила вот таким пододеяльником. Сверху застилаю нашим любимым покрывалом. Покупали его в магазине Yusk. Стоило около 30 евро. В принципе, все готово. И сейчас принимаю за то, что протираю пыль. Я не знаю, откуда она берется, но она есть постоянно. Я постоянно с ней борюсь. Протираю сначала подоконник, потом поправляю занавески. Протираю саму всю кровать, получается, тумбочки, спинку и так далее по ходу дела. Все, что вижу, все протираю. Ну и, конечно же, обязательно протираю наш белый комод. Он тоже очень быстро собирает всю пыль. Раскладываю на места все свои тюбики, баночки, косметику. Протираю все влажной тряпкой. И, конечно же, протираю влажной тряпкой сам шкаф, который тоже быстро собирает всю пыль. Спальня готова. Направляюсь уже на кухню. Здесь, как Дима ушел с утра, завтракал, осталась посуда. И со вчерашнего вечера уже не было сил все убирать. Выкладываю из мойки чистую посуду, расставляю ее по местам. И сейчас буду закладывать обратно грязную уже. Конечно, моечная машина – это супер помощница для любой хозяйки. Я не знаю, что я бы без нее делала. Очень удобно, все заложил. И никаких проблем, все само моется. А ты занимаешься уже другими делами. Постоянно у нас собирается много чашек от чая, от соков, от воды. В общем, все нужно обязательно перемывать. Протираю столешницу. Она, кстати, очень легко вытирается. Просто влажной тряпкой, без никаких средств. Ну и по ходу дела дальше убираю все, что есть на кухне. Микроволновка наша старая еще стоит в углу, вы ее видите. Уже вот очень скоро, думаю, что до Нового года купим новую. Хочу черную купить на то место, потому что наша уже очень такая облезлая. Плохо греет пищу. В общем, пора-пора, уже давно пора покупать новую. Ну, дорогую покупать не будем. Я думаю, что где-то за евро, не знаю, 60-70, может, не больше точно. Протираю также холодильник обязательно. И всегда протираю чаще всего вот эти шкафчики, где моечная машина и где раковина. Они чаще всего пачкаются. Переместилась уже в зону гостиной. Убираю с дивана подушку. Дима ее часто приносит. Ему удобнее здесь лежать на этой подушке, на большой. Мне как-то на этих подушках от дивана, в принципе, нормально. Складываю пледы наши, поправляю подушечки. Убираю все там зарядки, мышки, наушники, пульты и так далее. И обязательно мою наш журнальный столик стеклянный, потому что он пачкается очень быстро. В скором времени планируем купить другой столик. Он точно будет не стеклянный. Скорее всего, белый, глянцевый. Плавно переместилась в ванную комнату. Здесь мою душевую, вот эту перегородку стеклянную, можно ее так назвать, часть душевой кабинки. Мою просто средством для стекол и микрофиброй зеленой. Главное, чтобы вы не подумали, что я одной тряпкой мыла и все. Совсем нет. Просто практически все тряпки зеленые. Покупала упаковку тряпок, 20 штук их было зеленых. Пыль протирала в спальне одной тряпкой, кухню мыла другой тряпкой. Сейчас вот микрофиброй мою стеклянную перегородку. В общем, это все разные тряпки, сразу говорю, на всякий случай. Переместилась уже в зону раковины. Протираю вот эту верхнюю полку нашу, можно так сказать, под зеркалом. Там у меня всегда стоит свеча ароматическая и ароматизатор. Диффузор, можно сказать. Ну, конечно же, мою унитаз, куда же без этого. Ну, и мою саму раковину. Она у нас большая, белая, поэтому пачкается тоже часто. Просто пару капель воды, и она уже грязная. Протираю ее сначала мокрой тряпкой, и потом обязательно сверху насухо вытираю салфеткой, потому что если ее оставить вот так мокрой, будет опять все грязное. Протираю, конечно же, снизу ящики под раковиной все. Ну, и на глазах все преображается, становится красивым, чистым, как я и люблю. Я вообще обожаю убирать, создавать уют. Вообще отдыхаю душой, когда убираю, сразу становится так приятно на все смотреть, когда все чистенько. Все раковину протерла, теперь намочила тряпку на швабре, быстро помыла пол в ванной, вынесла все коврики на улицу. Теперь отрезала кусок, мы покупали моток такого коврика резинового, очень удобно. Некоторое время попользовался, убрал один кусок и постелил другой. Прямо советую от души, покупали его в Тедоксе. Ну что, тем временем я успела уже помыть голову. Вы часто спрашиваете, как и чем я мою голову. Вы знаете, что у меня на волосах нано-пластика, который уже 4 месяца. Я безмерно довольна тем, что я ее сделала. Мою волосы шампунем Эстель два раза под душем. И потом наношу вот эту маску тоже от Эстель. Наношу полностью на все волосы, но отхожу от корней несколько, там, 5-6-10 сантиметров, чтобы не наносить маску на корни. Все, заматываю в пучок и буквально час-полтора хожу без проблем. Все, час-полтора прошел. Я теперь расчесала волосы, просто сушу их феном, горячим воздухом. Сразу говорю, сушите обязательно вот так сверху вниз. Не нужно наклонять голову и сушить волосы снизу. Ничего хорошего от этого не будет, разве что какой-то объем. Ну и все. Особо волосам, я думаю, это ничем не помогает. Если сушить их вот таким образом по росту волос, получаются очень красивые волосы. Посмотрите, как волосы блестят. И главное, какие они ровные, гладкие, без всяких там утюжков, пережиганий и так далее. Всего лишь фен и все. Я очень довольна. В общем, нано-пластика, это, конечно, очень-очень круто. И волосы очень хорошо отросли уже после процедуры. Посмотрите, какая красота. Никакие укладки вообще не нужны. Ну что, пока я держала маску на волосах, успела приготовить очень вкусный ужин. Сегодня готовлю пасту с морепродуктами. Сначала начищаю чеснок. В общем, подготавливаю все продукты. Очищаю морковку. У меня будет паста с морепродуктами и с овощами. Раньше делала часто это все с гречневой лапшой. Но сейчас в Кауфланде, когда мы были последний раз, так я ее и не нашла. Там покупала ее постоянно в Реве. Не знаю, может есть еще в Эдеке. В общем, буду смотреть, искать ее. Но сегодня делаю с обычными спагетти. Нарезаю овощи. Просто, как обычно, кубиками, дольками, не важно как. Точнее, пластинками. Вот нарезала морковку, сладкий зеленый перец, несколько грибочков. Сильно много овощей не надо, чтобы не утяжелять блюдо. В отдельной сковородке сначала поджариваю овощи. Кидаю сначала только морковку и перец, чтобы они хорошо поджарились, потушились. Немножко можно посолить. И тем временем еще добавляю к ним зеленую фасоль. Очень вкусное блюдо получается, благодаря овощам тоже, не только морепродуктам. Вот в такой сковородке от Тефаль. Мы ее недавно покупали, глубокая. Очень она мне нравится. Шикарно получается в ней плов и паста. В общем, идеальная. Наливаю туда оливковое масло, добавляю сливочное масло и режу мелко чеснок. Все это ставлю немножечко обжариться. Тем временем помыла размороженные уже морепродукты. У меня мидии и креветки. Они немножко отсадились. И ушла вода из них. И высыпаю их к чесноку. И они немножко на небольшом огне тушатся. Постоянно, конечно же, старайтесь помешивать. Посолила, поперчила обязательно. Добавляю к овощам грибочки. Они жарятся быстрее, поэтому их добавляю ближе уже к тому моменту, когда буду снимать овощи. Овощи хорошо поджарились, потушились. Добавляю их к морепродуктам. Тем временем уже поставила закипать воду на пасту. Еще к овощам и морепродуктам добавляю сладкий чили соус и соевый соус. Это прямо обязательно. Без этого блюда это не блюдо. Ну что, вода уже закипела. Немножко ее подсаливаю и отправляю туда спагетти вариться. Парятся они очень быстро, ну примерно 5-6 минут. Конечно, не разваривайте их там до состояния каши. Они должны быть цельные, так они намного вкуснее. Варю их, чтобы они были вот такие длинные, не ломаю. Спагетти почти уже готовы. Я тем временем нарезаю петрушечку и добавляю к морепродуктам и овощам. Обязательно все перемешиваю. Спагетти попробовала уже, в принципе, готовы. Отправляю на дуршлаг и потом отправляю уже к нашему блюду. Обязательно все перемешиваем, чтобы все-все вкусы объединились. Оставляем еще на 5 минут и ужин готов. Посмотрите теперь, какое вкусное и красивое блюдо у нас получилось. Дима только приехал с работы и как раз очень вовремя получился такой горячий вкусный ужин. Пока я накладывала, он уже сидел, ждал, говорит, уже слюнки текли. В общем, мы довольны. Получилось очень вкусно. Вот такая вот вкуснота. Вот такой получился у меня сегодня день. Надеюсь, что немножечко смотивировала вас на уборку, на создание уюта в вашем доме, на приготовление вкусного ужина. И, конечно же, обязательно на то, чтобы вы успевали уделить хотя бы 1 час, 2 часа в день самой себе, привести себя в порядок и чтобы быть самой, главное, красивой. Ну все, мы уже поужинали. Дима давно приехал с работы. У нас уже где-то 7 часов. Уже вкусно поужинали. Очень вкусная паста получилась. От души вам советую приготовить, насладиться таким вкусным ужином. Завтра Дима не на работе, потому что мы едем завтра к стоматологу. У него с утра термин. Ему будут вырывать зуб, скорее всего. Ну и я как жена декабриста, конечно же, я еду с ним. Не жду его дома. Еду с ним, чтобы поддержать. В принципе, тут ехать недалеко, в центр города, но поеду обязательно с ним. Так что уже завтра встретимся в новом влоге и расскажу вам, как все у нас прошло. Спасибо, что нас смотрели. Спасибо за ваши бесценные советы, комментарии, за ваши приятные слова, за слова поддержки. Это всегда очень приятно и очень сильно мотивирует снимать побольше интересных видео. Оставайтесь с нами. Увидимся в новом влоге. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok